доброго времени суток с вами даниил добро и сегодня вам расскажу как настроить внешний вид операционной системы linux на основе xfc и или xpc е то как называет это рабочее окружение кто-то он называет просто вообще крыса я все это не показывать на linux mx вот ими компьютерами mx по умолчанию так он основан на debian но в целом неважно какой у вас linux если у вас стоит именно такая оболочка вы сможете без проблем настроить такую панель и многое другое начну с самого базового настройка рабочего стола открываем здесь мы можем подобрать фон рабочего стола можно выбрать цвет смотрите вот выбираем например зелененький выбрать все у нас поменялся цвет также можно выбрать нижний цвет например оранжевый также можно поставить изображение выбираем папку с изображениями с изображениями например вот обоим у меня тут появились изображения вот такую поставим картинку все быстро мы настроили думаю больше тут показывать нечего тут можно еще настроить если вдруг изображение вам не нравится можно увеличить масштабировать растянуть по центру но это зависимость от того какое изображение если изображение на полный экран по умолчанию так в общем подбираете картинку например если картинка маленькая то лучше наверное черепицей так ну если большая то разумеется лучше масштабировать увеличить вот так другое дело все давайте на бусте возьмем маленькую картинку вот и черепицей сделаем вот как это выглядит прикольно да все быстро мы меняем черепица для больших картинок не подходит лучше брать увеличить либо растянуть по центру все выбрали как нам лучше всего нравится все теперь переходим к настройкам уже интерфейса вот этим панелем можно нажать на панель выбрать функ панель добавить новый элемент параметры панели мы предположим по какой-то причине вы решили сделать все по-другому набираем тут по русски панель вот настройка панели заходим у меня сейчас две панели первая и вторая вторая это нижняя первая это верхняя верхняя была изначально 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 выглядело все немножко по-другому она была в вертикальном положении вот в таком по умолчанию но я ее поставил горизонтально также у нас есть вторая панель вот она сейчас мы ее используем смотреть что можно сделать можно настроить автоматическое скрывание панели интеллектуально никогда если никогда она будет всегда у вас открыто откройте вы предположим приложение какую-нибудь допустим откроем проводник это будет поверх проводника никуда не будет скрываться вот у нас проводник открылся как мы видим панель за резервировала место можно оставить так вот видите на полный экран вот нас остается всегда тут место мне так не очень нравится допустим берем ставим теперь интеллектуально либо всегда так закрываем вот все она теперь будет всегда исчезать наводим мышку она появляется клип можно настроить интеллектуальное скрытие так теперь значки как видите они у меня нестандартная как мы меняем значки первый способ самый простой заходим настроечки и выбираем внешний вид как неожиданно чтобы изменить внешний вид нужно выбрать внешний вид и тут есть темы или стиль где-то эта тема где-то это стиль вот например темная тема высококонтрастная по умолчанию там какая-то пункт белая стоит если я не ошибаюсь в общем тут сразу много разных тем тем темы только именно окон как мы видим меняются окна и стиль оформление открытого окна мне нравится темная тема я оставлю себе темную вот такую теперь значки мы можем выбрать любые из этих значков например вот эти все как видите значки поменялись не такие значки не очень нравятся предположим попробуем еще вот этим видите даже корзинка меняется все просто ну а я оставлю то что у меня было так видимо немножко все заглючил потому что я слишком много видимо сменил тем давайте-ка перезайдем настроечки о как красиво теперь все внешний вид на очки выберем нужную нам тему в общем не в первый раз так все залагала сильно там вообще но подобные проблемы решаются просто перезагрузкой после перезагрузки граф оболочки чем мне нравится опять-таки linux с помощью кнопки выйти вы перезагружаете графическую оболочку без полной перезагрузки перезагрузки компьютера очень помогает когда начинает включить интерфейс и как в кэше остаются видимо какие-то старые значки из этого может что-то начать лагать вот кстати я заодно и проверил способ как восстановить если вдруг что-то пошло не так также по какой-то причине у меня увеличилось все в два раза сейчас я покажу как это все исправлять внешний вид у меня по какой-то причине вот сейчас вот масштабирование окон увеличилось вот вот 2x был так что лучше ставить 1x если вдруг окна стали слишком большие то скорее всего это вот эта настройка сбилась у меня она именно избилась не знаю почему видимо слишком много тем сразу переключил и из-за этого пошла какая-то нестабильность так с этим разобрались и теперь нам осталось только разобраться с панелью как нам создать панель заходим параметров панели параметр панели и создаем новую панель вот панель 3 вот она появилась ее можно передвигать она может быть передвижная вот ставим галочку закрепить панель и этот панель все теперь ее двигать нельзя если мы не будем это ставить ее можно будет двигать куда вам угодно такой функции по моему нет ни у одной операционной системы по моему кроме как у линукс подобных операционных систем которые работают с графическим огрушением их с и е в общем так довольно интересно так и теперь добавляем элементы плюс здесь можно добавить все элементы которые нам необходимы которые по умолчанию из приложений взять нельзя предположим меню приложение вот мы его достали и тут можно заходить выбирать какие-то открывать приложение вот она у меня тут уже стоит по умолчанию тут такой вот значок не очень красивый но можно это сейчас все быстро исправить свойством так до свойства вот тут значок нажимаем и ждем меня немножко все медленно у меня всегда это медленно происходит открывается редактирование значка давайте сейчас поставим на паузу все вот все открылось вот есть значки статуса они нам не нужны тут самые простые значки которые мало кому интересны так значки меню или значки приложений еще лучше давайте значки тоже нам подойдет как видим тут очень много всяких разных иконок уже по умолчанию встроены встроена в эту систему предположим нам понравился вот этот пингвин окей и теперь у нас будет пингвин причем это только на этой панели то есть нигде у меня такие вот аналоги кнопки стоят у меня везде другие значки так предположим можно еще добавить сюда другие модули например корзину индикатор батареи вот 7-9 процентов загрузка системы пожалуйста вот у меня тут она тоже стоит даже вот беспроводные сети тоже можно добавить запуск приложений многое другое также например можно еще добавить интересную штуку как таймер так как таймер у меня позволяет не заводить любую в любое время таймер быстро он потом появляется тут такое окошечко что время там закончилось так и также можно добавить дату тут дата и время тут же просто время будет вот просто время все предположим и все добавили тут можно еще никто несколько добавить сколько вам нужно таких в дополнение мы предположим не это больше панель не нужно давайте пока оставим потом ее удалим удалить ее просто нажимаем на минус и соглашаемся удалить предположим мы хотим поставить сюда какое-то приложение вынести вот отсюда пример это приложение vivaldi я тут спиннил значок не обращайте внимание главное что добавить на панель нажимаем у нас тут нужно выбрать из трех панелей это третья панель вот мы добавляем и добавить вот значок появился предположим мы можем тут сменить значок свойства изменить так у меня открылась данное окно на другом экране и я немножко думал что же произошло тут можно сменить значок ждем опять долго все у нас появились картинки это уже не по умолчанию это уже файлы изображений я могу выбрать сюда любое изображение допустим выберем ну вот это все тут надо обязательно чтобы что-то было написано видимо и после этого сохранить все появился новый значок можно вставить фотографию выбрать тут все можно будет сделать так и теперь замечу что значок при этом остался тот же аналогичным образом меняется и тут иконка приложения изменить приложение и вот тут уже меняется иконка вот все открылось мне всегда это долго открывается поэтому я ставил на паузу вот мы можем выбрать тут иконку для этого приложения можно такую а можно выбрать и свою как выбрать свою файлы изображений это по умолчанию папка открылась потом заходим в свою папку сейчас я ее найду вот папка открылась я все нашел теперь чтоб найти нужную нам иконку набираем так комбинация контур f открывается поиск вбиваем у андекс в андекс смотрим значки ничего не показывается подходящего вот пожалуйста окей сохранить все теперь это значок будет всегда выглядеть вот таким образом добавить на панель добавить на рабочий стол добавим на рабочий стол мне все добавилось но на другой рабочий стол у меня два рабочих стола самое интересное что они независимы друг от друга ну а теперь как удалить эту панель предположим ее создали и нам она теперь больше не нужна вот его можно кстати передвигать вот потому что тут есть вот такие вот точки когда она так сейчас еще раз покажу мы можем закрепить панель все теперь она будет всегда сверху ее двигать уже будет нельзя но предположим нам этот панель больше не нужно я просто на не показывал как работать с панелью я ее просто могу удалить все у нас осталось две панели таким образом можно настраивать легко linux с окружением фсм я думаю вы разберетесь на этом я заканчиваю свое видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки также можете найти меня мои сообщества в соцсетях там я тоже выкладываю много интересного подписывайтесь на мои сообщества также создал отдельно чат отдельной ссылкой для тех кто не сидит в соцсетях на этом я заканчиваю всем пока